Помимо кишечника, важнейшие железы тоже участвуют в пищеварении, которые там параллельно идут с пищеварительным трактом, допустим, поджелудочная железа. Ну и, естественно, то, что выделяет поджелудочная железа, то есть панкреатический сок в данном случае участвует. То есть железа, поджелудочная, она работает вообще против сахара в крови, но вторая у неё функция важнейшая – это выбрасывать определённые вещества, прежде всего ферменты, в двенадцатипершную кишку. Но панкреатический сок, он состоит всё-таки в основном из бикарбоната. Бикарбонат создаёт щелочную среду, нейтрализует желудочный сок, что позволяет действовать этим всем ферментам. То есть для ферментов нужна всё-таки щелочная, скорее, среда, которые именно в двенадцатипершной кишке работают. Поэтому вот она считается эндокринным и экзокринным органом одновременно. То есть она участвует в пищеварении и одновременно участвует в регуляции углеводного обмена. Поджелудочная железа выделяет этого панкреатического сока от полутора до двух с половиной литров в сутки. Там присутствуют анионы, хлора и бикарбоната, катионы, натрия, кальция и так далее. Более важный там анион и по его концентрации как раз определяют качество сока поджелудочной железы. Может ли она загасить желудочный сок. 90% белков панкреатического сока составляют ферменты пищеварительные. Какие в основном ферменты? В основном там, конечно, амилаза. Амилаза это то, что расщепляет крахмалы. И углеводы мы в значительной степени едим в виде крахмала. Хлеб, мука это крахмал. Частично может слюна немножко крахмал расщеплять, как я уже говорил. Но там мало времени находится во рту вообще пища, чтобы там нормально крахмал расщепить. А основное, весь крахмал расщепляется в 12-перстной кишке под действием альфа-амилазы. Той же самой, в принципе, которая и в слюне. Но там много этой альфа-амилазы вырабатывает у нас уже поджелудочная железа. Примерно 20% всех белков в соке поджелудочной железы это альфа-амилаза. Ну вот она расщепляет полисахариды, крахмал, гликоген, додекстринов, мальтозы, глюкозы и так далее. Ну, также вообще есть там и другие, которые превращают это все уже в глюкозу. То есть превращают в глюкозу кишечные ферменты мальтаза, гамма-амилаза, изомальтаза и так далее. Также там имеются липазы, то есть ферменты, которые разлагают жиры. И вот панкреатический сок наряду с желчью в значительной степени разлагает именно жиры. Разложение жира происходит как раз тоже в 12-перстной кишке. Основная там липаза, ну также есть фосфолипаза, карбоксилостераза и так далее. Ну вот именно поджелудочная железа все-таки тоже в основном жиры. Основное количество липаза именно вот там и есть. Липаза тем не менее активна в присутствии желчных кислот. То есть необходимо также, чтобы поступала желчь и липаза из поджелудочной железы, чтобы качественно расщеплять жиры. Дальше есть там и протиазы, то есть ферменты, которые разлагают белки. Как я говорил, в принципе довольно хорошо белки разлагаются уже в желудке. Но это продолжается в 12-перстной кишке. Поэтому панкреатический сок выделяет трепсин, химотрепсин, эластазу и так далее. И они составляют 44% от всего панкреатического сока. Но там существует сложная система их активации. То есть такой там трепсиноген еще существует. И более подробно я это изложу, когда буду физиологию рассматривать. В общем там есть также ингибиторы даже трепсина. То есть она каким-то образом все-таки управляет там по действиям разных нервно-гуморальных факторов. Она определяет, будем разлагать белок или нет. То есть она может остановить этот процесс, чтобы преждевременной активации трепсина не произошло, например. Там есть также нуклеолитические ферменты, которые разлагают аж нуклеиновые кислоты. Рибонуклеаза, дезоксирибонуклеаза. То есть вот генетический материал тоже же во всех клетках есть. И он тоже у нас разлагается. И мы потом его используем на собственные нужды. Вот это тоже происходит. Нуклеаза, это тоже в общем сок поджелудочной железы. Как в 12-ти першной кишке все это происходит. Количество и активность панкреатического сока зависит от пищи. Без пищеварения, если человек голодный, у него не выделяется этот самый сок. А когда поступает пища вот в желудок, тогда она увеличивается. Поэтому на твердую, густую и жирную пищу, которая долго в желудке, больше секреции поджелудочной железы. Что в принципе логично, потому что чем больше секреции, тем больше ферментов. Если пища трудно переваривается, то соответственно нужно больше секрецию поджелудочного сока. Поэтому вот оно, так сказать, больше и производит поджелудочная железа всякого. Секреция поджелудочного сока усиливается через 2-3 минуты после приема пищи и продолжается 6-14 часов в зависимости от ее состава. Смешанная пища вызывает большой секреторный ответ, чем отдельные продукты. Нейтральные жиры, продукты их переваривания стимулируют больше всего продуцирующие ферменты поджелудочной железы. Белки также, в общем-то, стимулируют секрецию ферментов, в меньшей мере бикарбонатов и жидкой части панкреатического сока. Поступление аминокислот в кишку вызывает также повышение в крови уровня гормона холецистокинина, который опять же стимулирует деятельность поджелудочной железы. Вообще считается, что если в питании больше углеводов, то это облегчает положение поджелудочной железы. То есть при панкреатите, когда она воспалена, недостаточно сок вырабатывает, советуют белка меньше есть. Растворы с сахаром, с глюкозой, они вызывают стимуляцию тех ферментов, которые перерабатывают, соответственно, крахмал, то есть альфа-амилаза. Концентрированные растворы сахара и глюкозы, то есть углеводы, они вообще угнетают полностью железу. То есть они вообще ее вырубают, потому что сахар уже поступил, соответственно, ничего выделять не надо, ничего разлагать не надо, сахар и так идет. То есть у них глюкоза и сахароза, которые уже как бы не надо там никаких ферментов, они сразу в кровь всасываются просто. Стимулирует же секрецию поджелудочной железы, естественно, соляная кислота, так как вообще основной смысл, вот чисто химический, этого всего поджелудочного сока, чтобы погасить кислоту. Если соляной кислоты много поступает, и вообще любой другой кислоты, кстати, яблочная, лимонная, винная, молочная, это все приводит к стимулированию поджелудочной железы, поэтому, кстати, при панкреатите не рекомендуется все эти кислые всякие штуки. Алкоголь тоже сокогонное действие оказывает на поджелудочную железу, и ну вот всякие вот фруктовые всякие, вообще этот, блин, перец, вот все, что, короче, раздражает желудок, оно также усиливает секрецию поджелудочной железы и провоцирует приступы панкреатита, если там исполение. Ну, ферментный состав сока поджелудочной железы, как я уже говорил, адаптируется, то есть, если там много белка, допустим, поступило, она начинает увеличивать там протиазу, если поступило много углеводов, то амилазу и так далее. То есть, это вот проценты, которые я приводил, это как бы эмпидические данные, на самом деле, ну это средние по больнице, на самом деле железа адаптирует состав сока под ту пищу, которая поступает. Имеются также гуморальные механизмы, то есть, допустим, секрецию поджелудочной железы увеличивают гастрин, серотонин, инсулин, там и другие гормоны, и тормозят глюкогон, соматостатин и так далее. Ну, и, как правило, все-таки гормоны сначала действуют на желудок, а потом на 12-перстную. Потому что, если желудок более кислое содержание, поставляя 12-перстную кишку, то это, короче, увеличивает панкреатическую секрецию. Значит, нарушения, нарушения, допустим, синтез различных ферментов приводит к тому, что, ну, прежде всего, если мало, короче, панкреатического сока выделяется, прежде всего липаза. Вот основное, потому что переваривание жиров, оно практически полностью идёт только в 12-перстной кишке под действием сока поджелудочной железы. Поэтому, если сок поджелудочный не вырабатывается, то, как правило, жиры не усваиваются, и до 80% жира может не усваиваться при поражениях поджелудки, и жир этот выводится скалом. Также при поражениях поджелудки меньше усваиваются белки, но поскольку белки частично обрабатываются в желудке, тут примерно до 40% белков может быть не усвоено, если поражена поджелудочная железа. Тогда начинается прямо в кале мясо идёт, то есть мышечные волокна не разлагаются и прямо вот идут в говно просто. Так как ниже по движению там ничего, в принципе, там только всасывается, а не разлагается. Если мясо не разложило под креотический сок, то дальше оно уже просто перемещается вплоть до выбрасывания из организма. Ну, в целом, в общем, недостаточность пищеварения, а нарушение секреции поджелудочной железы могут быть по разным причинам. Вот я привожу по Барановскому причины. Вот этот самый панкреатит, допустим, воспаление поджелудочной железы, и потом забивание этого протока какими-нибудь паразитами, слизистыми пробками и так далее. Воспаление, собственно, кишки 12-пёшной, где всё происходит, доаденид, там язвенная болезнь. Понижается всё равно секреция панкреатического сока. Сдавление какими-нибудь опухолями, например. Гормональное расстройство, ожирение. Снижает тоже активность секреции поджелудочной железы. Аллергия, какая-нибудь там ещё дистрофия, опухоль и так далее. Но наиболее тяжёлый – это прорыв этого панкреатического секрета из железы. То есть там же, в принципе, гормоны, как эти ферменты, которые всё разлагают, например, он может начать разлагать жир в организме, липаза, с воспалением, естественно. То есть трепсиноген может начать разлагать, вот если прорвётся он, там какие-то нарушения в протоках будут, прорвётся в брюшную полость. То сок будет разлагать то, что там в брюшной полости, то, что нам надо. Самопереваривание тканей, в том числе они могут сами переваривать ещё и ткань этой поджелудочной железы. Получаются некрозы, продукты разложения тканей, они всасываются в кровь, некрозы жировой клетчатки и так далее. Всё это, в общем, очень тяжёлое на самом деле нарушение. Ну а в той или иной степени там патологии этого сока панкреатического так или иначе существуют. Второе, значит, печень сбрасывает туда желчь, то есть вот кроме поджелудочной железы печень тоже работает. Желчь, она, в общем, сама желчь стимулирует образование желчи и выделение желчи. То есть чем больше желчи, тем больше её и вырабатывается. Ну, желчь, она жиры эмульгирует, то есть помогает работать липазе. То есть саму липазу, которая разлагает жиры, выбрасывает поджелудка, а желчь, она, жиры, так сказать, переводит их в такое состояние, что липаза на них может действовать эффективно. Желчь у нас тоже много образуется, до 2 литров желчи. Гепатоциты клетки печени активно производят желчь. Ну, непрерывно она идёт, а вот выделение её в 12-пёшную кишку, оно идёт как бы в связи с приёмом пищи. То есть постоянно организм шелчь вырабатывает, накапливает в желчном пузыре. Натощак он не выбрасывает туда желчь в кишечник, а вот когда пища поступает, он выбрасывает желчь из желчного пузыря. Поэтому различаются печёночные и пузырные желчи. И вот мы видим различия, что в самой печени, допустим, концентрация натрия значительно ниже, желчных кислот значительно ниже, то есть пузырная желчь, где-то раз в 10 желчные кислоты более концентрированные. Холестерин тоже вот гораздо выше в пузырной желчи и так далее. Ну и даже pH, то есть даже вот реакция кислотная отличается. Ну, в принципе, там при анализе этой желчи определяют состав различных кислот. То есть желчные кислоты этом несколько. Там холевая, хенодезоксихолевая и так далее, гликохолевая и всё такое прочее. В кровь потом всасываются эти все желчные кислоты и потом снова поступают в печень и включаются в желчь. То есть когда кислота отработает, она опять идёт в кровь и опять её в печень поступает. Круговорот у нас. Но при этом частично всё равно выводятся они из организма. И поэтому печень всё равно и всё время синтезирует эти желчные кислоты. Ну, вот чем больше желчных кислот поступает, соответственно, из тонкой кишки, тем больше производится желчи. Почему я говорю, что желчь сама себя стимулирует? Потому что вот она потом всасывается, эта кислота, и обратно в печень поступает, стимулирует дальнейшую выработку желчи. Также есть гормоны, которые стимулируют образование желчи. Секретин, глюкогон, гастрин и так далее. И это дальше потом по эндокринологии будет рассмотрено. Имеются сфинктеры, которые тоже регулируют. То есть мышцы, которые сжимают эти желчные протоки, принципиальная схема, вот она. Ну, и в зависимости от тонуса этих мышц, желчь поступает в тех или иных количествах. Ну, и, соответственно, там есть некорефлекторное регулирование их. Ну, и что касается пищи, если вот мы воздействуем, то что это всё организм сам как бы решает. Наиболее сильные возбудители желчевыделения – это яичные желтки, молоко, мясо, жары. Поэтому, если печень слабая, тогда вот это вот исключается. Чтобы она не заставляла всё время печень работать. Допустим, хлеб довольно слабо выделяется желчный. Хлеб в основном крахмал. За хлебом начинает работать поджелудка, амилазу туда скидывать. Желчь она в основном нужна, чтобы жир именно разлагать. И частично на белок она тоже хорошо выделяется. Обычно через 3-6 часов после приема пищи снижается желчевыделение и начинает депонировать печёночную желчность. То есть промежутки всё-таки должны быть, особенно если какой-то там жир или там мясо мы едим, часов 6, от 3 до 6 часов должны быть промежутки. Просто чтобы желудочно-кишечный тракт, он не работал, так сказать, всё время в военном режиме. Чтобы вот он нормально выделил желчь, она опять там по крови, желчные кислоты опять вернулись в печень и так далее. Чтобы весь, все циклы нормально осуществились. К примеру, желательно всё-таки промежутки, ну, порядка 6 часов, хотя поделать между приёмами пищи. Хотя некоторые методики есть современные, наоборот, пытаются, чтобы почаще ели, там, часа через 4. Ну, в общем, промежутки должны быть, вот всё время вот так вот жевать, это точно очень вредно. Какая тут может быть патология? Недостаточное поступление желчи в кишечник, гипохолия, либо прекращение поступления ахолия. При закупорке или сдавлении общего желчного протока. При ахолии, естественно, прежде всего страдает переваривание, всасывание жира. Липаза без желчи, она даже вот если поджелудка вырабатывает липаз, то без желчи она неактивная, то есть не может жиры разлагать. Поэтому начинается, значит, выводится с калом под 80% жира всего. Ну, то есть нигде он там не усваивается. Если желчи не выработалась нормально, то организм просто выбрасывает весь жир, который в него поступил. Там в небольшом количестве что-то там под воздействием липаза ещё разложится, ну, процентов 20. При этом жир идёт же, естественно, через кишечник, где он обволакивает всякие пищевые массы и мешает работать и другим ферментам. Короче, пища не усваивается, выбрасывается. Жир вообще весь выбрасывается, а крахмал тоже частично выбрасывается, потому что жир мешает разлагать крахмал. Падает, короче, гидролитическая активность ферментов. Ну, и также желчь, она помогает нейтрализовать кислую вот эту желудочную среду кислотную. Если желчи мало, то, опять же, активность всех ферментов в 12-пёшной кишке падает. А так как туда поступает кислота, там может ещё развиваться воспаление, дуаденит, там и всё такое. Вместе с неусвоенными жирами выводят также жирорастворимые витамины, естественно, которые только через жиры усваиваются. Ослабляется перистальтика кишечника, что усиливает там гниение, брожение, дисбактериоз и так далее. Ну, и рефлекторные влияния на желчевыделительный аппарат. Тоже, значит, по поводу того, что стимулирует желчевыделение. Ну, естественно, поступление мяса жира. Но также есть, значит, нейрорегулирование, желчевыделение, гуморальное регулирование. В частности, сокращение желчного пузыря вызывают такие гормоны, как гастрин, секретин, бомбезин. Тормозят сокращение желчного пузыря глюкогон, антихолецистокенин и так далее. То есть, в общем, ещё есть всякие дополнительные механизмы, которые регулируют выделение желчи в организме. Ну, вот и всё вкратце про желудочно-кишечный тракт. Это, в общем-то, такая справочная информация, чтобы потом на неё ссылаться, когда уже конкретно пойдёт диетология.